Воу-воу-воу, кого я вижу! Всем привет, друзья! Вы на канале Rumi.com, меня зовут Арут, и в этом ролике поговорим про весьма интересный автомобильный гаджет. Вроде моя. Давайте начинать. Каждый человек, кто имеет в своем владении автомобиль, знает, что прежде чем куда-либо поехать, будь это дальнее путешествие, либо обычная поездка на работу, обязательно должен провести первичный технический осмотр своего автомобиля. Что это значит? Попробую объяснить своими словами. Все намного проще, чем звучит. Перед поездкой нужно проверить уровень масла в двигателе, уровень охлаждающей жидкости и давление в колесах. С последним отлично справляются датчики давления в шинах под названием 70май, про которые мы сегодня и поговорим. Но прежде чем начинать этот ролик, друзья, хочу попросить вас подписаться на наш канал, потому что многие из вас смотрят наши ролики почему-то без подписки. Мне кажется, это незаконно. Досмотрев этот ролик до конца, поставьте ему лайк, если он вам понравится, или поставьте дизлайк, если ролик вам вдруг не понравится. Ну и, конечно же, пишите ваши вопросы в комментариях, если они вдруг возникнут во время просмотра этого ролика. Ну или пишите ваше мнение об этом гаджете, потому что оно для нас действительно очень важно. Начну я, пожалуй, с комплектаций и внешнего вида. В темной упаковке вы найдете инструкцию на китайском, в котором из полезного имеется QR-код для загрузки фирменного приложения. Главный блок с ЖК-экраном, наклейки на колеса для обозначения мест монтажа, кабель питания microUSB и 4 внутренних Bluetooth-датчика. Кстати, каждый из них подписан. Передний левый, передний правый и так далее. В нижней части датчика находится беспроводной модуль и батарейка, а в верхней ниппель, который устанавливается вместо стандартных. Что насчет внешнего блока? На корпусе под заглушкой имеем разъем microUSB, слева кнопка питания, маленький экран, на который отображается вся информация, и панель для получения заряда от солнца. Чтобы понять, как датчики работают, я поехал в ближайший шиномонтаж. Но, к сожалению, именно в тот день я не смог договориться с мастерами шиномонтажки по поводу установки датчиков давления на колеса моей машины. Объясню почему. Мне нужно было установить эти датчики на колеса моей машины для того, чтобы наглядно показать вам, как все это дело работает. Но мне не нужно было оставить эти датчики, потому что я не планировал ими пользоваться на постоянной основе. Мне нужно было вернуть эти датчики обратно. Для того, чтобы установить один датчик на одно колесо и снять его обратно, и чтобы я все это дело смог снять на камеру, с меня потребовали 800 рублей. 800 рублей. Мне кажется, это дороговато. Естественно, в тот день я не смог это все сделать, потому что мне казалось, что можно найти место, где это сделают подешевле. Я нашел шиномонтажку в городе Люберцы, где мне мастер согласился сделать все это дело за 350 рублей за одно колесо. То есть он согласился установить и снять датчик обратно за 350 рублей, и еще он не был против, что я его буду снимать. Соответственно, какой можно делать из этого вывод? Установка стоит 350 рублей. Можно найти дешевле, можно найти дороже. Просто вам нужно купить эти датчики, если вы их планируете приобрести, приехать ближайшую на монтажку и спросить, сколько все это дело будет стоить. Я более чем уверен, что с вас потребует немного, потому что вы не журналист, вы не оператор, у вас нету камеры, вы обычно потребитель, который приехал и хочет установить эти датчики на свои колеса. Соответственно, это будет по минимальному прайсу. Мне кажется, это удобно. А теперь, пока вы смотрите, как мастер устанавливает датчики на запасное колесо, расскажу вам про несколько моментов. Датчики обязательно нужно устанавливать серой частью вовнутрь, иначе камера сломает батарейный отсек. Фирменное приложение недоступно для iOS-устройств в России, а на Android хоть и доступно, но не имеет никакого смысла. Все необходимые данные можно и так увидеть на экране главного блока. И последняя информация. Датчики активируются автоматически, и при изменении давления в колесах, блок начинает издавать вот такой вот звук тревоги. Стоит заметить, что блок можно установить в любом месте с помощью клейкой поверхности на корпусе. И, надеюсь, следов после демонтажа не останется. Из минусов хочу выделить microUSB вместо Type-C, отсутствие зарядки от прикуривателя и отсутствие приложения для iOS. Хотя все работает и без него, поэтому хоть и минус, но не критичный. А плюсы очевидны. Это постоянный контроль давления и температуры в колесах, и не самая высокая стоимость для такого полезного автомобильного гаджета. На этом все, друзья. Не забудьте поставить лайк этому ролику, если вам понравился. Я старался, поэтому поставьте лайк, и мне на самом деле будет очень приятно. И напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого гаджета. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход свежих роликов. Меня зовут Арут, вы были на канале Roomicom. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Пока-пока! Пока-пока!